Женщины, на самом деле, они в этих вопросах, они очень разумны. Вот женщина, если так сказать, она реально может поменять свое решение. Если старшая женщина говорит, она просто, потому что она верит ему, она может поменять решение и станет счастливой. Я вам сейчас расскажу один важный момент для всех и вас. На самом деле, Бог всегда нужного человека дает. Он не дает нам нужного человека. Просто вопрос заключается в том, готовы ли мы груз кармы с ним победить, готовы ли мы к труду. Или нам до сих пор хочется счастья в личной жизни. Если нам до сих пор хочется счастья, мы не хотим работать, то значит мы теряем человека и потом за это будем отвечать по полной программе. Женщина, которая разрушает отношения, у нас в сердце становится холодным. У вас сейчас сердце холодное или горячее? Теплое, но у вас холодное, как камень. Когда вы встретите какого-то другого человека, вы увидите, что вам очень трудно с ним быть близкой, близкие отношения строить. Потому что Бог – это та сила, которая дает возможность близкие отношения строить. И женщина не может сама потеплить свое сердце. Но для того, чтобы оно было теплым, мужчина, для этого ей нужно от Бога милость иметь. Вот почему женщина сохраняет возле себя мужчину? Потому что у нее сердце теплое. А эта теплота в сердце женщины, возможно, если она с мужчиной неправильно себя вела. Если она делает неправильное свое отношение к мужчине, тогда потом теплоты нет. И она мучается, кается, и когда она гонется и теплоту, тогда она получает человека. Но это непросто и очень долго. Поэтому она понимает, что лучше не бросать. Это гораздо проще не бросать, чем мучиться о его геночестве, ждать, когда к тебе человек вернется. Есть ведь только одна причина, почему вы бросили его. Только одна в своей причине. Причина просто заключается в том, что вы считаете, что вы лучше, чем он. Все. Такая причина называется гордость. Я вам сейчас расскажу, откуда гордость женщины берет. Все женщины считают себя лучше того мужчины, с которым они находятся. По той причине, что вся энергия благочестия у женщины идет наружу. Она смотрит на себя, думает, блин, какая красивая, хорошая. Какого дураку досталось. Так ведь, женщины? Согласны с вами? Да. Согласны. Нет? Нет. А как? Почему сразу не знаю, хорошая, когда я сказала, что я, например, очень уважаю с мужчин, с которыми общалась? Общалась? Встречалась. Встречалась? Если бы вы уважали, а не встречались, а жили. Ну, я не согласна с вами. А? Не совсем согласна. А как? Потому что вы сейчас говорите на рельсах, я уже с ним слушаю об этой идее, что женщина должна, она должна работать. Вы ни разу не сказали, что мужчина тоже должен работать. Как не сказал? Ну, ты не сказал мужчину. Да? Да. Он должен работать над собой. За ним. Должен быть ответственным, решительным. Уважать женщин должен, нежно относиться к ним, заботиться. И те, я сказал. Один раз сказал. Вы на двойной лекции всегда говорили. И когда вы женщина, я даже с мужчиной. Она меня защищает перед вами. Знаете почему? Потому что вы, наверное, второй раз там на лекции, да? Да. Мы с вами еще не знакомы. Вы меня не знаете. Я, бывает, целую лекцию мужчин ругаю. Но наоборот, парень, что женщина даже не должна работать. Она работает, а она не заболевает семей. Она не сутки. Да, вот так я говорю ранее. Я вот даже хранирую. По-моему, я еще на свете. Спасибо вам большое за обратную связь. Но я сейчас не для вас беседую. Я хочу вот этому человеку жизнь спасти. Иисусу. Понимаете? Итак, женщина, она видит себя красивой, сильной. А мужчина, у него все хорошее качество внутри, их не видно. И внешне он за мукурышкой может быть. Но у женщины есть одна удивительная вещь в характере. Знаете, какая? Мужчины нет, у женщины есть. Когда женщина слышит правду, она не может ее не слушать. Она, когда ей говорят правду, она слушает ее. И понимает, что это правда. Так ведь? Когда женщина не доверяет своему чувству, что она лучшая, это признак ее разума. Разумная женщина не доверяет, что она лучшая своего человека. Она ищет в нем хорошее, ищет сама хорошее. Это значит, что она удачный человек. Она способна сохранить свою семью в этом случае. Когда она видит в нем только плохое, это неудача. На самом деле, мужчины и женщины в отношениях одинаковые. Они ничем друг от друга не отличаются. Бог открывает только те черты характера людям, которые нужны для сдачи экзамена. Вот он может быть другой в чем-то, но вы этого не увидите. Вы увидите только то, что вам нужно, чтобы свои экзамены сдать. Есть три способа относиться к экзаменам. Первый способ. Это он во всем виноват. Шансов сдать экзамен нет никаких вообще. Второй способ. Мы виноваты оба, но ты первый будешь сдавать. Это значит, что какой-то шанс есть, когда ты поменяешь мнение. Вот. И третий способ. Я во всем виноват. Вот этот способ приводит к победе. Всегда. Потому что мы ведь вопросы с Богом решаем. Человек это всего лишь воплощенный экзамен для нас. И правило такое всегда одинаковое. Если я бросаю человека, я не сдала экзамен. Потому что Бог соединил не для того, чтобы мы бросали его. Сколько вы вместе пожили? Четыре месяца. Встречались. Встречались. Это что значит? Вы с ним встречались в постели и в полгода? Нет? Ну тогда значит, может быть, то, что я говорю, это неправильно. Если вы жили больше года вместе, вы уже семья. Четыре месяца это не срок. Вы можете думать, стоит с ним оставаться. Но если он продолжает приходить, это верный знак того, что Бог хочет, чтобы вы были вместе. Я тоже так чувствую. Я тоже так чувствую. Вы дайте ему шанс. Объясните ему, как он должен себя вести. Когда мужчина настаивает на отношениях, это самое время его повоспитывать. Воспитывать надо аккуратно. Надо просто... А вы не знаете, что мужчина меняется. Женщина думает, что ничего не поменяется, потому что вы сами такие. Вот женщина, она меняется только снаружи, а внутри не может меняться. Есть два психических цилиндра у человека. У женщины наружный мягкий, податливый. Она быстро приспосабливается к всему. Но внутренний очень твердый. Часто женщины так же мужчин воспринимают. Они думают, что мужчины такие же. Все наоборот. Мужчина снаружи очень твердый, неизменный, как камень. А внутри очень быстро может меняться. Если женщина дает возможность мужчине меняться, она ему дает задание, особенно, когда он хочет отношений, то вы будете видеть, как он будет меняться. И она даже удивляется, как это возможно вообще. Человек был таким и стал таким. Поднимите руку женщины, которые испытали это в своей жизни. Он смотрит его за ним. Видите, меняется. Вот ваша сессия, как вы с ней поговорите. Бог вас вместе посадит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!